Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Ну что, друзья, начался у нас сентябрь. Начался он достаточно позитивно. Сегодня воскресенье, вечер. Начинается завтра очередная торговая неделя. Ну и давайте перед ее началом, как обычно, посмотрим на самые важные новости, на самые важные события. Подумаем, что будет дальше с нефтью, рублем, валютами и фондовыми рынками в целом. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное. Погнали! Ну, на прошлой неделе состоялось такое важное событие. Оно, мне показалось, было не очень заметным. О нем не очень много писали и говорили. В России состоялась очередная встреча ОПЕК+. И ее итоги оказались достаточно позитивными для рубля. Нефтяной альянс во главе с Россией и Саудовской Аравией подтвердил планы по ежемесячному наращиванию добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия теперь получит возможность каждый месяц увеличивать добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Это позволит повысить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль. И после вот этой встречи рубль уже отреагировал положительно. Ну, вот я читал много статей на эту тему. Пишут, что на следующей неделе и дальше есть вероятность продолжения этой тенденции. И рубль может стремиться, точнее доллар будет стремиться к 72 рублям. То есть российская валюта продолжит чувствовать себя хорошо. Страны ОПЕК+, в очередной раз показали, что могут договариваться о квотах добычи. Альянс выполняет функции регулятора рынка, подстраивая собственное предложение под скорость восстановления спроса после коронакризиса. Что еще решили в ОПЕК? Они решили, что министры будут собираться каждый месяц и оценивать ситуацию на рынке с учетом развития пандемии. Понятно, что осенью пандемия может пойти по непредсказуемому сценарию. Полагают медики, что осенью может быть новый пик, новое обострение, четвертая волна, как хотите называйте. Ну и разумеется, нефтяники хотят держать руку на пульсе событий и в случае чего экстренно на все это реагировать. Возможного возвращения на рынок иранской нефти также они ожидают и будут наблюдать за динамикой добычи США. Соединенные Штаты, кто забыл или кто не знает, они как раз в ОПЕК не входят. Они добывают сколько хотят и ни в каких ограничительных квотах участия не принимают. В случае ухудшения ситуации со спросом Альянс готов скорректировать добычу нефти и отложить запланированное смягчение ограничений. Благодаря грамотным действиям Альянса рынок нефти находится в состоянии небольшого дефицита. То есть они искусственно поддерживают этот дефицит, а котировки Brent удерживаются около 70 долларов за баррель. Да, недавно нефть опускалась ниже, но тем не менее сейчас вновь поднялась больше 70. И эти цены комфортны как для производителей нефти, так и для большинства потребителей. Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы котировки Brent останутся в диапазоне 65-75 долларов за баррель. Высокие цены на нефть, газ и другое сырье обеспечивают повышенный приток валюты в страну. Еще одна важная история. Позитивное влияние высокой нефти на рубль частично ограничивают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Полагаем, что ведомство в сентябре продолжит забирать с валютного рынка около 4 миллиардов долларов в месяц. Это примерно половина ожидаемого притока валюты в страну по текущему счету платежного баланса РФ. Друзья, что такое бюджетное правило? Я напомню, если нефть стоит дороже, по-моему, сейчас по бюджетному правилу 43 или 44 долларов, то все излишки Минфин, собственно, выводит и отправляет в нашу российскую кубышку, в наш НЗ. Ну и понятно, что мы начинаем копить запасы при такой ситуации. То есть для нас нефть по 70 и выше – это очень комфортная история. Но видите, есть здесь и обратная сторона. Валюта уходит с рынка, и это на рубль влияет отрицательно. Ну как один из отрицательных факторов, который уравновешивает остальной позитив. Дополнительную поддержку рублю на следующей неделе может оказать дальнейшее ужесточение монетарной политики. Аналитики полагают, что Банк России на ближайшем заседании уже 10 сентября повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6.75. При этом ЦБ, вероятно, сохранит сигнал о готовности продолжить повышение ставки на ближайших заседаниях. Ждем, друзья, с нетерпением. Это будет очень важный день, очень важная информация. На следующей неделе уже все узнаем. Ну вообще предполагается, что на уже очередном заседании в октябре ставка в итоге будет повышена до 7%. Аналитики считают, что на этом уровне завершится цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Все больше повышения ставок не ожидается. Учитывайте это при кредитовании и при размещении своих денежных средств на банковских депозитах. Ну и по облигациям, в том числе, там важно рассчитывать грамотно прогнозную ставку купона и не положить деньги слишком надолго под невысокий процент. На ожиданиях близости завершения цикла ужесточения монетарной политики, благодаря стойкому, спокойному геополитическому фону, мы видим возросший приток иностранного капитала в российские облигации, что также повышает спрос на рубли. И кроме этого, доллар на мировом валютном рынке в среду продолжил слабеть после выхода неоправдавших ожидания данных о занятости в производственном секторе США за август. Если в пятницу данные по рынку труда США за август также будут хуже прогноза, то можно ожидать, что ФРС отложит на более поздний срок выход из монетарных стимулов. В этом случае американский ЦБ продолжит печатать по 120 миллиардов в месяц и направлять их на рынки. Ну, в сентябре это было маловероятно, что эта программа будет сворачиваться уже в этом месяце. Скорее всего, речь пойдет про октябрь, возможно, даже ноябрь, но то, что ФРС США рано или поздно это делать начнут, это тоже понятно, это тоже факт. Золото сегодня стоит 1827 долларов за тройскую унцию. В последнюю торговую сессию в пятницу был рост на 1%. Золото достигло максимумов, которые оно достигало летом этого года. Посмотрим, что будет дальше, если ситуация с ковидом будет обостряться. Я не исключаю, что золото пойдет еще выше. Нефть Brent стоит 72,43. В пятницу была коррекция на 0,82%. Но подчеркну, ситуация благоприятная и воспринимается таковой большинством экспертов и аналитиков из нефтяного сектора. Пока все хорошо. Российская Юрлс традиционно чуть дешевле, чем Brent, но тоже достаточно уверенный 70 долларов за баррель. В пятницу был минус на 0,53%. Биткоин в который раз старается закрепиться на отметке 50 тысяч. Пока ему это удается, в момент моей записи он стоит как раз 50 тысяч 90 долларов за одну монету. И сегодня биткоин, кстати, торгуется. Он торгуется и в будни, и в выходные. Давайте смотреть, что на рынках. Индекс московской биржи за прошедшие 5 дней вырос на 2,49% и преодолел рекордную отметку в 4 тысячи пунктов. За месяц, друзья, смотрите, на российских бумагах можно было заработать 5,59%. То есть за один лишь этот месяц можно было получить практически столько же, сколько за год, друзья, на банковском депозите. Это, к слову, вопрос о том, что многие считают, что биржа это опасно, это ненадежно. Друзья, если делать все грамотно, если делать все правильно, если пользоваться защитными инструментами, то биржа принесет вам выше банковского депозита гарантированно, практически гарантированно. Да, каждый месяц по 5,5% это нереально. Это была супер премия. И сентябрь-октябрь вполне вероятно небольшая коррекция и небольшое снижение рынка именно акций. Но, тем не менее, вот эти цифры показывают, какая бешеная перспектива заложена на бирже. И такую доходность по депозитам вы не получите никогда. Америка неделю отторговалась чуть похуже. Индекс S&P 500 прибавил 0,43%. И за месяц результат тоже немножко поскромнее. Плюс 3,65%. Но, тем не менее, друзья, это 3,65%. Это на минуточку около 40% годовых в перерасчете. Это очень и очень мощно. За месяц лидеры индекса московской биржи это Headhunter плюс 24,9%. В пятерке также Rusal плюс 18,4%. Peak плюс 17,8%. FixPrice плюс 15,9%. И Яндекс плюс 13,4%. А вот худшие бумаги этого месяца. Polus минус 2%. NorNickel минус 4,1%. NLMK минус 5,5%. PolyMetal минус 6,5%. И Outsider это Severstall минус 8,2%. То есть, как вы понимаете, друзья, на бирже можно как хорошо зарабатывать, так и достаточно неплохо терять. Важен правильный выбор хороших бумаг. Если вдруг вы этого делать не умеете, либо пытаетесь, но не очень получается, предлагаю вам свою инвестиционную стратегию, по которой инвестирую я. Называется она «Честный портфель». Уже готов релиз на сентябрь. Там я показываю, в какие инструменты преимущественно инвестирую я. Я показываю свои акционные портфели, если кто-то считает, что акция это самое важное и самое нужное. Короче, друзья, пожалуйста, пишите в Telegram. Ссылочка будет в описании, в первом комментарии. Стоимость стратегии 500 рублей. Ну и давайте к валютам. Вот график пары доллар-фунт. Доллар за 5 дней потерял к фунту 0,75%. За месяц доллар немножко укрепился, всего лишь плюс 0,23%. Но вот последние даже пару, я бы сказал, недель мы видим разворот тенденции. Доллар пошел вниз. Ну и давайте глянем на рубль. За неделю евро потерял к рублю 0,44%. Сейчас стоит 86,40%. За месяц евро минус 0,18%. За полгода минус 3,21%. И за год евро хуже на 3,3%. Рубль по-прежнему хорош. По доллару картина еще более красноречива. За неделю доллар потерял 1,1%. 72,72%. Но эксперты думают, что может пойти еще ниже 72. За месяц минус 0,3%. За полгода минус 1,69%. И за год рубль укрепился на 3,56%. Посмотрим, что будет дальше, пока начало сентября не... Совсем типичное. И прогнозы на коррекцию на бирже не сбываются. И укрепление рубля вместе с тем тоже продолжается. Очередной стимул может случиться уже на этой неделе, когда состоится заседание Центробанка. Что в итоге, друзья? Пока все очень здорово, очень хорошо. Рынки продолжают давать нам деньги. ФРС США не собирается сворачивать стимулы в ближайшее время. ЦБ, вероятно, действительно поднимет ставку уже 10 числа до 6.75. Ну, может быть, даже и до 7 сразу. Посмотрим. Чуть позже об этом более подробно поговорим. Поэтому пока все отлично, пока все хорошо. Не советую никому делать каких-либо резких движений. Что-то продавать, выходить в кэш, ждать каких-то падений. Нет, друзья, спокойно ждем, спокойно продолжаем зарабатывать денежки. Рынки пока нам неплохо дают. Надеюсь, эта тенденция в ближайшее время продолжится. Во всяком случае, на следующую неделю. Есть все предпосылки для этого. Будем в это верить. Спасибо огромное за внимание. Подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондаум рынки, о пассивном доходе простым доступным языком. И инвестирую вместе с вами. Хорошего вам вечера, воскресенья. А на бирже встретимся уже завтра. Пока-пока.